Вы сказали по поводу Афганистана, афганского фактора. Хотел бы узнать, афганский фактор и его возможное влияние на ухудшение ситуации в Центральной Азии, конкретно в политическом аспекте, и роль Запада, США, России в данных процессах какова? Ну, смотрите, во-первых, на территории Афганистана последние, ну я так скажу, наверное, лет 70, я оставлю историю английского вторжения, я оставлю начало 20 века в стороне, об этом очень много наши и советские, и российские, и наши специалисты Центральной Азии и Кавказа много книг издали о том, как проникал в этот регион Англия, как она уходила, как делили, например, Хивинское, Бухарское ханство, чем закончились войны в Центральной Азии. Мы это все оставим, уже прошло больше 100 лет, и ответы на эти вопросы есть. Мы давайте возьмем сначала вторжение на территорию Афганистана, Советского Союза. Мы увидим, что на территории Афганистана проходила борьба, значит, двух систем, западной системы и советской системы. После себя, не дай бог, каждой республике Центральной Азии стать именно тем полигоном, где две системы начинают воевать. Итог, это Афганистан, то, что мы должны видеть и помнить, что нельзя запускать в свою страну, то есть нельзя из своей страны делать площадку сопротивления двух систем. В противном случае вы обречены быть Афганистаном номер два. Поэтому сейчас в Афганистане за длительное время советская, а теперь и по наследству российская система внешней разведки, разведки по линии Министерства обороны имеет свои ресурсы, имеет свои контакты. То есть прокси-войну против Запада она ведет. Запад, естественно, структурует не личности, не агентурные данные, хотя это тоже есть. Запад создает проект. Сила Запада в том, что она создает проектность любой вещи, и только благодаря большему количеству населения, самой структуре управления и самому влиянию, она начинает продвигать проектность, которая захватывает умы простых людей. То есть не вербует по документам и платит за это деньги, она заставляет людей по убеждению приходить в этот проект. И вот проект «Талибан» это один из, пока на данный момент, несколько раз опробированный, чуть-чуть доведенный до совершенства, это западный проект. Суть его заключается в том, чтобы создать условия искоренения местничества, искоренения системы полностью тотальной коррупции в стране, искоренения вот этих негативных, так скажем, элементов, как в общественной жизни, так и в жизни, значит, групп влияния на правительство, то, что присутствует на Востоке. То есть племена, ашираты, по национальному признаку, по тарикатам или по религиозным сунниты, шииты, религиозным, значит, масхабам. Всему этому нужно положить конец и создать проектность, то есть зону, где можно делать деньги, где станет безопасно делать деньги для того, чтобы получить доступ к ресурсам. И вот с постсоветским, постзападным сопротивлением или враждой на территории Афганистана они решили закончить путем Талибана. И Талибан, он представляет проект для государств Центральной Азии в некотором своем роде еще и угрозу. Угроза в том отношении, что люди, которые имеют общие границы или посещают Талибан, если раньше, я имею в виду Афганистан, то если раньше это представляло угрозу, если это раньше представляло какой-то страх, я говорю пока о бизнесе, а не форме жизни, то сейчас, на данный момент, он становится более прозрачным. Например, Узбекистан с 50% скидкой начинает ремонтировать железную дорогу в Мазари-Шариф. Казахстан начинает сотрудничать с Талибаном. И это правильно. Я, конечно, не имею полномочий, я просто скажу свое мнение. Я считаю, что и Таджикистану нужно усиливать сотрудничество с этим регионом. Дипломатически, юридически, как вы это назовете, россияне как называют, непризнанная в России террористическая организация, но их приглашают в Москву на беседу. Они тоже нашли формат общения с этим регионом, потому что этот регион нельзя оставлять без средств к существованию, без дороги, без логистики, без хлеба, без топлива, потому что тогда человеческая жизнь будет стоить 100 долларов. И если им дать 100 долларов и дать автоматы, и сказать, вот в Таджикистане есть хлеб, свет, вода, идите туда, они придут к вам. Поэтому нужно с этой стороной сотрудничать, даже делать инвестиции для того, чтобы люди остались на земле, и посредством бизнеса с Таджикистаном, с Узбекистаном, с Казахстаном, они думали, что вы для них спасительный круг, вы же с ними делитесь, вы же им помогаете. То есть, чтобы они не стали вам враждебными. Это один фактор. Второй фактор, естественно, большая таджикская нация, она разделена на две части, афганские таджики и таджики, так скажем, бывшего Советского Союза. Я думаю, что и есть формат решения судьбы своих сородичей, своих собратьев на территории Афганистана, защиты их экономических, политических прав. Все это невозможно сделать в один раз, и все это невозможно сделать силой. Но я думаю, что только мудрость Востока, последнюю религию, которую дали человечеству ислам, который по своей сути признает пророка Мусу и пророка Иисуса или Моисея, то мы в состоянии создать, так скажем, вектор, когда не только мусульмане не будут друг друга бояться, но даже те нации и религии, которые считают, что ислам, но это нам навязал Запад, ислам это терроризм, это термин Запада, ислам это не терроризм, ислам это мир. И вот сейчас нужно другим доказать, что ислам это мир. А если мы будем продолжать убивать друг друга, мы станем проектом именно Ватикана, который и говорит, ислам это терроризм. Поэтому нужно найти в себе волю и так же, как не государственный деятель, но и как верующий. Устранить угрозу со стороны Афганистана, она есть. И это не обязательно, что это будет Запад или Россия. Это может быть завтра Пакистан, это может быть завтра Китай, это может быть завтра даже тот же самый Иран. Разницы нет. Вы, Центральная Азия, представляете собой сейчас неизведанное поле богатств. Эти богатства нужно получить. Вы сами, если не готовы это отдавать, ваша государственная система не готова создавать прозрачную экономику, прекратить коррупцию, местничество, политическое давление на этих бизнесменов, то к вам придет Талибан. Потому что они хотят получить доступ к самому главному. Это называется ваши природно-сырьевые ресурсы. Поэтому я считаю, что это комплекс мер. И здесь ошибка будет не только Талибана или Запада, или России и Китая. Но тут нужна ответственность за ошибку разделить еще и государством Центральной Азии.